Телеканал КРТ представляет Я думаю, что здесь ярко выраженные военные задачи были безопасности, чтобы танцкие базы были всегда в районе Кипра и даже фактически там и остаются. Но уникальная ситуация на Кипре для нас важна в том, что многие люди, кто не изучает эту тематику, они почему-то думают, что Кипр часть НАТО. Но, к сожалению, или счастью, Кипр не является частью НАТО, является частью Европейского Союза. Это да, но не часть НАТО. Это подрывает слоганы такие, что нужно Украине вступать одновременно и в НАТО, и в ЕС. Я отвечаю на ваш вопрос по поводу Британии. Это как раз правильное сравнение, потому что Кипр сохраняет таким образом хорошие отношения с разными геополитическими векторами. Интегрируясь, интегрировавшись в Европейский Союз, оккупированы 37%, то есть это не было препятствием. Но они не ставили задачу интеграции в НАТО, потому что они прекрасно понимали, что это еще больше может усугубить конфликт. Хотя парадокс в том, что Турция – это член НАТО. Так, так. И Греция на момент войны через НАТО. Турция – это член НАТО с 52-го года. И, собственно, есть мнение, что и война длилась в два раза даже меньше, чем фолклентский конфликт. Чего разточнило? Только потому, что здесь столкнулись два члена НАТО. И если мы помним, то это время противостояния двух сверхдержав. Это период разгара холодной войны, и нельзя было показывать такую войну между двумя членами НАТО. И Греция выходила, но не из НАТО, а из вооруженных натовских организаций. Потом входила назад две военных базы – Акротири и Декелье. Они имеют статус «Заморские территории Британии под управлением Ее Величества», так же, как и Фолклентские острова. Насколько это в современном мире демократично, гуманно. Вот так вот, с бывшей колонии, но хоть шерсти клок. И контролировать Суэцкий канал, да и все движение в Индийский океан. Образцы есть подобные. База Гуантанамо Соединенных Штатов. Практически тоже суверенная территория США на территории суверенной Кубы. Но Британия смогла добиться для себя очень выгодного договора о предоставлении независимости Кипру. Я думаю, что Советский Союз просто не изучал этот опыт. Он бы, отпуская республики в свободное плавание, мог бы этот опыт использовать. Но тут все разваливалось. А правда ли, что Британия до момента подписания вела переговоры только с Грецией? И в последний момент подтянула Турцию как участника переговора. Да и возникла тогда вот эта дипломатическая комбинация «Лондон как арбитр». Ну, у меня нет прям такой информации. Но нужно учитывать, что конфликт же уже существовал фактически с 60-х годов. Там уже было вмешательство ООН. В 64-м уже открыли миссию ООН. Это как у нас ситуация в Украине. Все любят анализировать конфликт на Донбассе без конфликта в Крыму, без аннексии Крыма и без Евромайдана. Это бесполезная затея. То есть, если ты хочешь прийти к выводам на Донбассе, что произошло, нужно понимать все. И потом еще раньше начать анализировать. Такая же ситуация и в Кипре. Вот Турция напала, а до этого что было? А до этого же были определенные, в том числе, влияния геополитические. Пару слов. Кипр и Крым и Донбасс. В Крыму эридентистские течения были сильны долгое время. На Донбассе они появлялись не как сепаратистские, а как регионалистские. И люди из партии регионов воспитывали регион Донбасса с особой культурой. Но они не помышляли о том, чтобы выходить. Для этого должна была быть проведена особая операция. По вытеснению этих регионов, чтобы они не мешали. Крым продали, не знаю, что сделали, чтобы не мешал, для того, чтобы новый режим укрепился. Интересное сравнение с переселением на Кипре. А на Кипре не было такого у греков желания присоединиться к Греции. Это греческие полковники хотели этого. Хотя, конечно же, есть понимание единой цивилизационной ценности. И вот это нужно смотреть внимательно на отличие ситуаций в различных регионах греческой цивилизации и различных регионах постсоветской цивилизации. Потому что у нас действует не только этническое сознание, но сознание постимперское. Советские люди, доничане и крымчане, это в первую очередь советские люди, которым неуютно в условиях, когда развивается этно-национальное государство. И если мы будем урегулировать, а мы урегулируем эти конфликты, то на условиях того, что будет компромисс между этно-националистами и теми, кто не является этно-националистами. Это люди мира, люди русской цивилизации, люди постсоветской цивилизации. Нам нужно выходить на эти цивилизационные обсуждения и решения на этих основаниях. А на Кипре обе общины готовы к тому, чтобы обсуждать и цивилизационные вещи, и политические вещи, и интеграцию в Европейский Союз. Они объединяют это. И греки с турками найдут общий язык. К слову, в ЕС один из официальных языков – турецкий. Не потому что Турция там, а потому что на Кипре турецкий язык признан вторым государственным языком. Продолжение следует...